всем привет вы на моем канале вязание сегодня у нас 19 ноября я пропустила 11 числа видео о текущих процессах продвижениях своих работ думала что от него в середине месяца и как-то так случилось что обратно пропустила и сегодня у меня последний шанс снять видео для вас такого формата дальше я буду показывать готовой работы с опозданием потому что завтра меня уже дома не будет так значит у меня я не помню на самом деле просто что показывал последние разы до из текущих процессов поэтому сегодня покажу все что есть текущие расскажу о ближайших планах расскажу о том по быстренькому что буду брать с собой да потому что лежать мне ну долговато придется и поскольку там свободного имени будет побольше там как бы все время свободно то и на вязание будет времени побольше значит первое что хочу из новостей вообще рассказать то что я сегодня наконец-то приобрела лампу настольную очень мне понравилась она и сейчас вот это раз таки у нас 9 час вечера я села снимать надеюсь что это освещение для болта логических видео будет достаточно также хочу протестировать съемку мастер-классов значит для этого нужно будет опустить пониже камеру потому что там я пробовала это дело все на месте да прямо телефон включала и мне понравилось что что я увидела поэтому посмотрим как это будет выглядеть здесь но сегодня мы говорим о текущих процессах и о планах на ближайшие ну допустим недельки-две до так я говорила вам не помню в каких видео но где-то точно сообщала о том что я вижу сейчас на заказ ходе ромата по своему же мастер-классу сейчас конечно он меня застрял потому что я его полностью отложила последние два дня я занималась тем что подгоняла какие-то работы к финалу до для того чтобы мне не отказывать мастер-классы почти готовая на неопределенный период времени а поскольку по этой вещи я ничего не снимаю то и соответственно мне нет необходимости и и сейчас вязать я могу это полностью сдать больнице значит это пряжа лизал на год классическая этикетки от тех пряж которыми я часто пользуюсь и показывать не буду я хоть их и все собираю до ничего не выбрасываю скажем так храню но думаю что лангол знают все цвет это 237 сапфир называется ну по крайней мере так я его запомнила и по продвижением здесь всего 200 грамм то есть но смысле из шести с половиной от кофе вырезал только два значит это я буду брать с собой в поликлинику и очень надеюсь что я там полностью эту работу закончу в принципе вот я сказала что я сейчас есть совершенно не занимаюсь есть по этой работе подробный мастер-класс на канале видео формата и я вам оставлю ссылку вы сможете посмотреть значит вижу на заказ поедет этот худи на ибицу в подарок одному мужчине спицы четыре с половиной с это кому-то интересно но в общем принципе не особо отличается то что я сейчас вижу от того что я взяла для своего мужа здесь я добавила всего в окружности добавила 4 петли а немножко буду вязать короче тело короче рукава потому что мужчина ниже ростом вот это первый процесс дальше у меня есть вот такой процесс тут вообще сборная солянка кстати это можно было бы сегодня повязать значит я вижу комбинезон детский из пряжи ализе кашмира значит это пряжи предоставлено мне магазином мир вышивки я об этом когда снимала видео о посылке я говорила чтобы вязать комбинезон и вот у меня такое вот продвижение данный момент здесь будут манжетно отворачиваться я вижу шивные ножки мне кажется что это не знаю даже почему это кажется но данном случае мне кажется что это будет лучше значит я связала полностью ноги поэтому всему я снимаю подробно мастер-класс единственное что в этот раз я не стала снимать провязывание узора потому что это лицевые изнаночные петли вот кстати будет ли видно у запада этой лампы и нет ничего сложного до чтобы самостоятельно его прорезать и получается что у меня полностью полностью отвязано тело единственное что я решила здесь на теле навязать еще шесть рядов вот мастер-классе я рассказываю для чего это буду делать здесь уже не буду вдаваться в подробности потому что ну это такие мелочи вяжу я на ней 2 3 с половиной мне размер спиц кошмир это стопроцентная шерсть цвет у меня 684 пепельный меланж и это не все что у меня здесь связано в этом камене зоне у меня уже связан рукавчик он тоже будет с манжетиком который отворачивается и вот уже первую ручку я уж такое вывезла тоже значит рукавчик и начал вязать второй рукав вот это можно сегодня кстати повязать потому что по расчетам я уже видео отсняла папа по ходу работы никаких новых моментов не возникает поэтому я могу смело в одиночестве провязать эту ручку и останется мне снять столько сборку игла надо это будет реглан снизу вверх и в принципе на этом все планки за застежки буду на кнопках делать опять комбинезон вот потому что хоть у меня и очень много пуговиц различных с китая но такие кнопки мне кажется в этом плане удобнее это у меня деньги это у меня вообще гамма но это пока да пока резинки потому что резинку вижу на два с половиной а это все тройка да это тройка и на этом скажу это три с половиной по расходу у меня было три матка это от 2 осталось это 3 поэтому мне пряжи хватает я боялась что мне может не хватить пряжи и поэтому уже один моточек мне идет в посылке дополнительную но когда придет я из него что-нибудь еще свяжу потому что пряжа мне в работе очень нравится после стирки давайте покажу если вдруг кто новенький вот у меня образцы после стирки видите как выравнивается узор очень классно и он мягкие и такой невесомый полотно в смысле да но я думала что если что я буду распускать образец но я чувствую что мне не придется этого делать так это процесс номер два я не буду складывать просто потому что хочу навести сегодня здесь порядке дальше процесс номер три который я хотела вчера сегодня завершить но к сожалению это не так всегда как хочется это заяц крючок уже можно отсюда убрать значит что зайца а сейчас уже на канале есть три части по моему мастер-класса вышла часть по телу по голове и по ушам и мне осталось монтировать уже отснятый материал по лапам по карману по шарфику и по носику носик где-то потерялся но где-то в общем то и здесь лежит вот и можно будет тоже уже вот у нас в общем надо мне это дело все наполнить до набить холлофайбером это у меня дело есть запасе сшить все это отснять оформить личико и выпустить последнюю часть мастер-класса и в принципе получается что у меня будет все готово вот и получается что здесь как бы ну не особо много времени но тоже не 15 минут поэтому этому надо уделить какое-то время где его взять я еще пока не придумала поэтому ждите я постараюсь что-нибудь придумать пряжи это лиза babybest этот цвет не скажу какой не помню просто а белый 55 и это заяц по бесплатному описанию девушки из инстаграма у нее очень много описаний игрушек из ее разрешение письменного я снимаю этот мастер-класс поэтому никаких авторских прав я не нарушаю это для тех кто решил мне там наехать так из новенького я наконец-то начала плед вязать и у меня вот такой образец связан образец мне нравится намного больше чем то что получается в матке в пледе в самом да потому что это такие широкие довольно ну не совсем широкие но все равно полоски и секций это alize babybest батик здесь очень приятные цвета и вижу я вязала образец снимала по нему обучающие видео то есть урок как это вяжется для тех кто не умеет вязать по схемам и буду сейчас начинать уже снимать видео непосредственно по пледу и все это будет в одном видео то есть я решила не делите отдельно образец вязать отдельно плед потому что по пледу как-то по таковому мастер-класса все равно не будет да это больше будет такой экспресс мастер-класс там из серии как быстренько рассчитать сколько петель набирать и а к нам оформить контур пледа ну в общем такое знаете простенький мастер-класс для новичков скажем так вот поэтому это все будет в одном видео я не стираю образец просто потому что я с этой пряжи работаю на первый раз и с ней ничего не происходит так на три с половиной вижу это у меня деньги и плед я начала на землях просто разная леска вот в общем то получилось так что я последние два дня очень мало резала мне очень сильно немело правая рука не знаю ну вот сейчас получше уже выглядит и начал я вязать плед и честно говоря что-то мне подсказывает что получится немного больше чем я планировала но больше не меньше я вам скажу у нас очень много сейчас пледов и надарили и на отдавали и с прошлого там смысле с данила от данила остались пледы поэтому я не сильно расстроюсь если он получится больше единственное что это конечно же больше работы и больше пряжа так я рассчитала количество петель из расчета что это будет плед где-то 100 на 100 давно наверное получится побольше как я уже сказала и начала вязать изначально кайму каймы решила оформить рисом дальше здесь вот я думала вставлять изнаночную гладь но она на самом деле как-то не очень хорошо смотрится в перемешку с рисом поэтому остановилась на лицевой глади и сейчас мне дальше нужно отснять видео опять же до кусочек по распределению петель узора развесить маркеры для рапортов чтобы не путаться самой и можно начинать вязать но опять же поскольку это процесс такой когда нужно много связать и мало снимать да то это я буду брать с собой опять же в больницу не буду показывать это там в этот раз я решила не тупить ну то есть раньше я могла как накосячить я отложила по обеим сторонам пледа по 15 петель на рис но в высоту то есть вот здесь 15 петель но вот здесь не 15 рядов здесь по моему двадцать четыре ряда для того чтобы здесь получился на углу квадраты ширина планки как здесь так и здесь было одинаково вот в этот раз я не забыла про это и то же самое с гладью до на гладь у меня по расчетам 6 петель а высоту 8 рядов и провязала и теперь новая проблема она заключается в том что вот это все что осталось от первого мотка то есть даже если не думать о том что я из этого мотка взял образец то все равно пряжа мне конечно же на плед на полноценно не хватит здесь у меня в работе двести семьдесят восемь петель вязать я буду чувство долго и упорно так первый моток я уже вывязала еще 4 ну и допустим если представить что сколько здесь у меня связано ну вот чуть грубо говоря 9 сантиметров но пусть если там растянуть да как-то где-то до 10 до тянется это моток то есть пусть это чтобы меня получить плед метр на метр мне понадобится еще целая упаковка пряжи как в принципе я и предполагала но ничего не поделаешь поэтому чуть позже я уже думала сейчас обратиться а потом решила что попозже сделала цвет у меня 66 55 вот 90 процентов акрила и 10 процентов бамбука на 100 грамм 240 метров но вяжу на спицах три с половиной не захотелось мне рыхлый плед хотя возможно если бы взяла спицы побольше и набирала бы количестве петель поменьше да может быть и пряжа меньше ушло но с другой стороны распускать честно говоря такой кусок не хочется получается здесь если двадцать четыре и восемь тридцать два ряда вязания будь пусть будьте то что будет вот то есть того что мне есть мне хватает ровно на пол пледа но ближе к тому моменту как я буду скажем так подходить к завершению пряжи в норе хомячий тогда я уже буду думать и возможно кто-то из магазинов предложат сотрудничество и в наличии будет это пряжи так что вот такие вот дела если мне сегодня удастся отснять эту часть мастер-класса нам будущего то вот этот моточек тоже надо быть сегодня и связать так поехали дальше это еще не все что у меня есть процессах есть у меня в процессах вот такая варежка если помните на канале у меня прошлом году было два мастер-класса один был мастер-класс по шапке тамином и потом к этой шапке я вязала подклад и второй мастер-класс был по снуду с таким же узором только там мы его вязали поперек и вот наконец-то пришло время отснять мастер-класс по варежке я пытаюсь понять насколько хорошо видно вот такая варежка я ее столько раз перевязывала что мне уже под конец честно говоря было даже стыдно что это столько времени занимает значит в этот раз я вязала прям очень длинный ланжет вот такой и палец не довязан у меня лежит не знаю уже сколько конечно это не на мою теперешнюю куда потому что руки у меня сейчас очень сильно очекают вот значит надо довязать палец я снять наконец-то мастер-класс потому что уже очень давно обещан люди ждут пряжи от реализованной год классик цвет белый шапкой снуд у меня тоже белое поэтому я решила не мутить комплект будет так как есть дальше есть у меня еще ой вот такой процесс это и серии того что нужно закончить побыстрее значит это я начала вязать комбинезон она новорожденного то есть на первые месяцы жизни чтобы нам вот родиться и сразу его можно было носить пряжи это alize merino royal стопроцентная мериносовая шерсть цвета 480 на 50 грамм 200 метров недавно выходила видео о посылке от наташи и как и первые два моточка мне прислала на пробу наташи так и нынче да вот три матка пришло для того чтобы мне его закончить так это реглан сверху вниз с ростком как вы видите да на сером я тоже буду увязывать росток и росток я решила не вывязывать очень маленький потому что но мне кажется это неправильно вещи без ростка вязать вот значит что у меня здесь что-то типа анатомического регланда но это смешно так называть конечно у меня отвязано до момента я уже соединила планку опять же здесь будут кнопки планку я уже соединила перешла заняли лицевой глади опять же к этому процессу я не приступал уже несколько дней и не буду опять же сейчас его вязать сегодня он поедет вместе со мной в больницу мне главное вот все это собрать и взять с его необходимое количество пряжи это у меня уже третий моток вяжется вяжется в принципе хорошо опять же это не пророй о деревяшки номер три с половиной я взяла спицы и честно скажу я не стирала образец я его связать это связала но не стирала решила что даже если немножко растянется да то наверное это будет нам даже на руку вот самый простой каменезон лицевой гладью с платочной вязкой и на ножках и на ручках манжет я будут уже за платочкой и хочу попробовать кое-что изобразить скажем так по своим видением поэтому если все получится то конечно я в любом случае вам покажу да если получится будет здорово вот вижу по меркам с магазинного слипа и это еще не все что я сегодня вам покажу есть у меня еще два процесса вот в таком видео 1 и 2 2 не покажу просто потому что он сейчас лежит машине мы сегодня ездили в минск и я думала что у меня удастся в машине повязать но в общем не петли этом конечно не связала и это мне тоже надо потихоньку двигать поэтому потому что это шапка и снуд и еще будут варежки но вы тоже буду снимать попозже шапка и снуд очень простые узором запорщик если вы смотрели видео готовых работах то там был такой комплект из alize on a gold classic пепельный меланж серый так давайте шапку покажу недалеко вот эта шапка была и снуд такой же да и я обещала мастер-класс по этим вещам поэтому я его начала снимать сразу и один мастер-класс и 2 и вот надо вязать но в этот раз я вижу не и знали gold а из вот такой ниточки это на к супер вам спешил давайте расскажу вам что это за пряжа я же для меня совершенно новая но я ее не забуду никогда цвет у меня 1852 цвет кстати очень красивый он такой розовый меланж цвет мне этот напомнил я вязала в ну больше года назад точно на заказ комплект и у меня взяла комплект из суперланы тик в цвете 161 пудра он назывался и у меня от комплекта на заказ оставалась пряжа и я повторяла комплект снимала кстати по нему мастер-класс да есть мастер-класс на канале цветок сакура называется мотивом drops ссылку вам оставлю на весь комплект там шапка снуд и митинги и в тот раз у меня не хватало пряжа на вязание в 3 нити я добавляла ализе мохера классик не помню тогда еще было не него просто мохер классе и очень классный получался особенно цвет поэтому наверное может быть поэтому я выбрала а по составу это у нас 49 шерсти 51 процент акрила на 100 грамм здесь 200 метров то есть она по идее должна быть немножко толще чему она gold но по факту это совсем не так выглядит она даже мне кажется немножко тоньше шапку я вижу в этот раз гораздо меньше чем серый вариант даже в какой-то момент начинаю бояться что слишком маленькая шапка получится но время покажет и что еще хотел сказать то маленькая большая в общем уже не вспомнил в общем буду потихоньку вязать здесь такая нудноватая работа тем более два изделия одновременно начала вязать и это тоже не буду брать с собой чтобы по выписке из роддома просто закончить мастер-классы смонтировать их выложить так ну и вроде бы под процессом это все если ничего не путаю и мне нужно сегодня отвязать образец а нет у меня же еще и джемпер из alize cotton gold по которому я собиралась снимать мастер-класс по реглану сверху с ростком если все получится то я вот-вот отсниму до росток может бы даже сегодня посмотрим насколько лампа оправдает не ожидания если получится то я начну его сегодня снимать вот я про него не забыла помню просто что вот это надо выделить приличный кусок времени потому что но не расчеты хорошенько объяснить и мне бы хотелось провязать росток ну практически целиком чтобы это было максимально понятно и подробно и дальше реглан сам но там по прямой в принципе можно уже и самостоятельно связать поэтому это тоже процессами просто ящик с процессами завален еще ниточками различными не хочу я уже там потрошить этот ящик только на его порядке и хочу еще показать вам такую пряжу видео на канале об этой посылке еще нет она выйдет 21 числа получается и эта посылка из магазина мир вышивки до видео тоже отснято но она у меня запланирована на 21 число там вас ждет сюрприз скажем тогда поэтому есть у него определенная дата значит в той посылке мне пришла вот такая пряжа пихотка мериносовая для меня это пряжа новая цвет ежевика 191 это полушерсть и здесь также на 100 грамм 200 метров в общем буду я снимать мастер-класс по мужскому свитеру с высоким горлом лицевой гладью ну то есть такой совсем простецкий свитер точно такой же как я вязала мужу если помните свитер манишка да из остатков ланы год очень много вопросов и запросов по этому свитеру поэтому поскольку вещь это очень носибельная то я решила повторить и заодно для вас снять такого формата видео вот ну и соответственно не надо связать образец для того чтобы рассчитать на что-то хотя бы начало работы потому что там горловина высокая с отворотом в том свитере вообще двойной отворот но в этот раз я не буду делать такой большой по просьбе будущего владельца и буду за чуть пониже вот и для того чтобы мне это дело начать соответственно надо с ней поработать потому что я как сказала пряжа для меня совершенно новое ну и что значит и процессом это все что ты снова много стало раз два три 4 5 шесть семь восемь восемь девять и еще в долговязав пару процессов но его десятый хотя в принципе 10 для меня это нормальное число процессов поэтому я не удивлена вот еще очень много всего на что впереди попрошу вас набраться терпения потому что я поверите и так прикладываю максимум усилий которые только могу приложить для того чтобы что-то снимать но в общем не всегда это так легко как кажется даже мне поэтому немного терпения ну в принципе это все что хотела вам сегодня показать буду пробовать сейчас снимать мастер-классы при искусственном освещении надеюсь что у меня все получится если все получится то значит я буду мега счастлива потому что тогда я буду совершенно не ограничена световым днем до 3 для съемки не надо мне будет подстраиваться под солнце у меня будет свое солнце вот так что на сегодня все спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих видео и пока пока